Тем временем блогеры заметили человека, который уже больше 40 лет живет среди волков. Вернер Фроинд ухаживает за волками и изучает их, но главная его цель – развеять миф о свирепости этих животных. Homo homini lupus est. Эту известную латинскую мудрость «человек-человеку-волк» в случае с Вернером Фроиндом можно перефразировать как «человек-волк-волку». Он единственный в мире, который так глубоко вошел в волчий мир. Сегодня Фроинд спокойно говорит о себе «я теперь человек всего лишь на четверть, и на три четверти – волк». Человеком-волком Фроинд был не всегда. Он родился в Германии в 1933 году, когда к власти пришел Гитлер. Вырос в очищенной от волков сельской местности, под Франкфуртом в семье лесников и пастухов. Любовь к животным ему досталась от матери. Этот Маугли, наоборот, 40 лет назад основал заповедник парк волков Вернера Фроинда и стал учиться у них нежности. Сейчас парк располагается на площади более чем в 25 гектаров, и в нем 600 хищников. Вернер приобретает детенышей в зоопарках и заповедниках, а выращивает и вскармливает их вместе с супругой Эрикой, вместе с которой живет уже полвека. В каждый из вольеров он заходит как хозяин, и звери, которые в принципе не поддаются дрессировке и приручению, смотрят на него влюбленными глазами. В стае он свой среди своих. Кстати, фамилия Фроинд в переводе на русский язык как раз и означает «друг». Главная цель Вернера – развенчать миф о страшном волке, прочно засевшей в головах его собственных собратьев по разуму. Подумайте сами, говорит он. Собаки каждый год убивают множество людей, и еще миллионы страдают от их укусов. Собаки утратили страх перед людьми, а волки нет, поэтому они нападают на людей крайне редко. Невероятно! Надо переписать «Красную шапочку» и некоторые другие сказки. Неудивительно, что за любовь к волкам люди наградили его не только званием «Человек-волк», но и прозвищем «Заклинатель волков». Волчий заповедник в Мерцеге – основная достопримечательность. Посетить его можно совершенно бесплатно. О своих удивительных увлечениях расскажите нам на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания!